Люди населяют Землю уже очень давно. За это время сменились тысячи поколений, сотни веков и десятки эпох. И все они хранят тайные секреты, которые порой лучше оставить за семью печатями. Привет, вы на канале НСК Шоу, и сегодня я расскажу о десяти самых страшных семейных секретах. Эльфрида Ринкель Вторая мировая война оставила большой след в жизни многих людей. Ведь столько запутанных историй и секретов, связанных с тем временем, хочется похоронить. Так и хотелось сделать жительница США Эльфрида Ринкель. Счастливо прожив всю свою жизнь с мужчиной, евреем по национальности, пережившим Холокост, Ринкель несколько десятилетий скрывала от него свое прошлое и даже ходила в синагогу. Все соседи женщины описывали ее как милую и приятную леди. Правда, раскрылась уже после смерти мужчины. Оказалось, что во время Второй мировой войны Эльфрида Ринкель была надзирательницей женского концлагеря Равенсбрюк, который находился недалеко от города Фюрстенберг. Она служила в СС с июня 1944 года и до конца войны. За это время там погибло около десяти тысяч женщин. Ринкель призналась, что добровольно стала надзирателем, поскольку за это платили больше, чем за работу на фабрике. Естественно, все родственники были поражены, ведь никто даже и представить не мог такого прошлого женщины. После того, как война завершилась, нарушив американское иммиграционное законодательство, она осталась жить в Сан-Франциско. Когда правда открылась, то Ринкель была депортирована обратно в Германию. Дети семьи Феникс у многих находятся на слуху. Самыми известными ее представителями являются актеры Хоакин Феникс и Ривер Феникс, последний из которых умер в 23-летнем возрасте от передозировки. Есть еще три сестры, которые хоть и не являются такими известными актрисами, но все равно живут и работают в Голливуде. Об их семейной тайне узнали несколько лет назад после небольшой сплетни, опубликованной на сайте Crazy Days and Nights. Оказалось, что родители знаменитых детей были хиппи, а настоящая фамилия семьи – Боттон. В 1973 году, сразу же после рождения Ривера и Хоакина, они вступили в религиозную секту «Дети Бога». Они проповедовали идеи спасения, наступления конца света и духовную революцию против внешнего мира, который они не признавали и называли системой. Но самое страшное – это то, что данная секта практиковала определенный метод обращения, который назывался флиртифишинг. Он поощрял использование полового акта как способа демонстрации Божьей любви и привлечения новых членов. Верховный суд в Великобритании установил, что взрослые распространяли эту вакханалию на детей и подростков. Через шесть лет Боттамы изменили образ жизни, переехали в другой город и даже сменили фамилию на Феникс. Однако скрыть свою тайну навсегда им так и не удалось. Семья Уден Большое количество преступлений, в том числе и тяжелых, часто остаются нераскрытыми или о правде узнают слишком поздно. Но, как говорится в известной поговорке, лучше поздно, чем никогда. Так случилось и с героями нашей следующей истории. Элис и Геральт Уден были приятной семейной парой, ничем не отличающейся от своих соседей. Они благополучно воспитали своих детей, а потом стали заботливыми бабушкой и дедушкой. Но в один, самый обыкновенный день, к паре постучались офицеры полиции штата Миссури, которые арестовали Элис и Геральта в возрасте 70 лет за подозрения в убийствах, совершенных более 30 лет назад. Так, по данным следствия, Элис Уден обвинялась в убийстве своего первого мужа зимой 1975 года. А ее нынешний супруг в убийстве не только своей первой жены в 1980-м, но и его сыновей-подростков. Неизвестно, говорили ли когда-то супруги о своем прошлом и связаны ли эти убийства между собой. Но об одном можно догадаться точно. Это о потрясении близких родственников. Семья Стаунте Многие преступления происходят в жизни в повышенном эмоциональном состоянии. Или просто из-за дикой случайности. Но только не в этом случае, ведь тут все было спланировано задолго. Муж Дианы Стауте умер в 2012 году. От, казалось бы, естественных причин. Пять месяцев спустя умирает ее сын Шон. А через год дочь Сара попадает в больницу с тяжелой грибковой инфекцией. Но несмотря на все то горе, которое пережила Диана, она оказалась очень даже спокойной. И дело тут вовсе не в высоком самоконтроле. На похоронах своего мужа она была немного веселой. После смерти сына не проявляла никаких эмоций. А в то время, как за стеной в больнице лежала в тяжелом состоянии ее дочь Сара, женщина шутила и рассказывала персоналу об отдыхе. Что-то тут было явно не так. Пастор семьи Штауте заметил это странное поведение и обратился в правоохранительные органы. Диана призналась сразу. Это она на протяжении долгого времени травила всю свою семью. Женщина считала, что ее муж очень озлобленный. Сыну тяжело жить с аутизмом. А Сара является большой финансовой проблемой из-за ее обучения в колледже. Но и это еще не все. Полиции удалось обнаружить дневник ее дочери Рэйчел, которая тайно помогала матери планировать и совершать убийство. Член Коклуксклана. Фамилия этой семьи осталась неизвестной, потому что ее рассказал анонимный пользователь интернета по имени Бетта Макс Ви-2. Речь шла о его дяде, который жил в небольшом городке. Все его жители уважали и знали его, ведь дядя парня был и своего рода банкиром, и дьяконом в церкви, и просто помогал людям, потому что не мог пройти мимо чужой беды. Его жена умерла много лет назад, а детей у пары не было. После его смерти на похоронах собралось много людей, которые начали убираться в доме. Тогда-то и удалось обнаружить спрятанный большой деревянный сундук на чердаке. Внутри него лежала одежда Коклуксклана, списки различных членов движения, заметки о заседаниях и много чего другого. Как оказалось, мужчина был очень активным, хотя и очень скрытным, членом регионального Коклуксклана. Все дети поначалу боятся шкафа, ведь никогда не знаешь, что там может скрываться. Все, кроме детей Вероники Агилар, ведь они-то точно знали, что, а точнее, кто там спрятан. Речь шла об их сводном брате. В течение трех лет женщина держала сына своего мужа, Йонатана, в шкафу, где она кормила его чуть ли не успокаивающими средствами, чтобы он был послушным и спокойным. На протяжении этого времени ей хорошо удавалось скрывать правду от обеспокоенных бабушек и дедушек, учителей и, по-видимому, даже от своего мужа, придумав историю о том, что Йонатан жил в мексиканском специализированном учреждении. В 2016 году 11-летний мальчик скончался. Только после этой смерти муж и вся его семья узнали об истинном нахождении подростка. Несмотря на вещественные доказательства против Вероники, все-таки Агилар не осудили. Семья Тецлов Виктория Тецлов выросла, считая своего отца хорошим и порядочным человеком, даже в период жестокой диктатуры в Аргентине. Она не раз слышала от него истории о пытках и тяжелых напрасных смертях, вызванными патриотизмом в то время. Но правда оказалась куда печальнее. Ведь тот самый любящий и заботливый отец, полковник по званию, в прошлом помогал аргентинским военным красть сотни детей из семей, которые считались враждебными государству. Виктория была одним из таких детей. Ее настоящие родители, Роке и Хильта Монтенегро, были похищены и приговорены по приказу приемного отца, когда девочке было всего 4 года. Полковник подделал документы, чтобы скрыть личность девочки и удочерил ее. Девушка долго не могла поверить в эту историю. Но в конце концов, факты оказались неопровержимыми. Семья Хауэлл. Колин Хауэлл – известный ирландский дантист-убийца, по жизненной истории которого даже сняли мини-сериал «Секрет». 20 лет о его преступлениях никто и не догадывался. Тайну удалось раскрыть только после того, как мужчина женился во второй раз. В 2009 году дантист сам признался в убийстве, а затем дал показания против своей бывшей любовницы. Оказывается, Колин и Хауэлл Стюарт отравили своих супругов выхлопными газами, предварительно усыпив их. Пара обставила преступление, как двойное самоубийство, поэтому никто даже и не мог подумать на них. Его приговорили к пожизненному тюремному заключению с правом условно-досрочного освобождения через 21 год. Семья Винцерро. А вот еще одна история из семьи, которой частично удалось выяснить секрет, связанный с периодом Второй мировой войны. Конте Винцерро, как и большинство детей, рос в окружении людей, где резко отрицались нацистские взгляды и все, что с ними было связано. Однако, однажды разбирая старые вещи, ему пришлось узнать страшную тайну. Парень нашел фотографию двух своих теток, которые держались рука об руку с Гитлером. Сказать, что Конте был поражен в этот момент, ничего не сказать. Он начал разбираться в вещах дальше и нашел фотографию, подписанную Муссолини. Верить в то, что его семья может быть причастна ко всем этим зверским преступлениям, ему просто не хочется. Поэтому по сей день он твердо убежден, что его тети не разделяли взгляды Гитлера, а были с ним от безысходности. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok